ух ты смотрите старые плакатики даже такого честно говоря не видел еще а сколько жителей здесь вообще живет количество человек 17 наверно привет друзья сегодня мы едем с вами деревня большого алпаева богатство района оренбургской области именно эта деревня мне приснилось во сне и я решил поехать именно туда в этой деревне я был очень много раз и она запомнилась мне просто шикарным видом при въезде в общем сейчас вы в этом убедитесь поехали вернее полетели ну что друзья полетали мы немножко посмотрели вид сверху а теперь погуляемся по деревне немножко тут ситуация изменилась больше заросли стала с последнего раз кризис был сон не про деревне приснился на то что будет дождь мне это не приснилось поэтому сейчас сколько успеем походим до дождя и возможно приедем еще раз снимать вторую серию в общем сейчас я переоденусь и вперед что начнем с первого домика который стоит центре раньше почему-то него внимание обращал сейчас пока погуляем по заброшенным дома может быть кого-нибудь встретим здесь раньше мы сюда приезжали с товарищами только богороды копаться монеты старинные скале вот найти заброшен домой часа внимание не обращал здравствуйте этому дома вот сразу тут ухватик старинный кстати многие часто спрашивают не боюсь ли ходить по заброшенным домам нет не боюсь боятся тут нечего многие хозяева домов там не пишут даже говорят спасибо то что показали домик их них предков потому что многие уезжают и не могут попасть очень долго время ухты какой тут сундучара старинный прикольный смать железом обшит ларчик пойдем дальше в общем гремит молния не знаю успею сегодня все-таки нормальный фильм снять или нет думаю еще минут 30 точно есть хотя молнии вокруг уже сверкает посмотрим у нас магазинчик как ни странно огромные стекла на месте и прям удивительно что их не разбили огромные просто вот клуб сейчас заглянем сначала посмотрим как он выглянул снаружи раньше мне кажется у кого-нибудь по-любому остались фотографии этого клуба я думаю если приду вторую серию снимать кто-нибудь пришлет мне министерство культуры больше алпаевский сельский дом досуга за границ сбоку лазить не хочется их раньше красотища здесь было сейчас красиво конечно людей то поменьше стало тучом бы красивый конечно хорошо что обходит страной так ну что у нас тут это какой-то отдельный вход кажется здесь у нас оператора кинооператора сидели ухты смотрите старые плакатики даже такого честно не видел еще чтобы кинобудках оставались плакаты обычно но все раздирают дискотекой 2001 год обалдеть цена 3 рубля это да все на месте странно что еще не растащили все состояние неплохой для кинобудки что-то ухты это вообще же пойдем дальше на улице чуть хуже становится сильный ветер вот такой у нас грустный клуб печалька ухты такую даже водку не помню каких годов интересно путешествуем дальше красота слава богу дождик ушел где-бы то есть блин на улице что тут это да ну 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 непонятно только кучу бутылок сейчас глянем колхоз школа коммунизма залежи короче из культурной жизни хоть книжки вывезли все отсюда прощаемся с клубом пойдем гулять дальше дождик нас миновал обошел справа это радует очень вкусно пахнет после дождя фельдшерки тут почему-то у нас заросший разбитый стекла может быть не работает он полы разобраны я почему думал что на рабочий заглянем что у нас тут от пункта осталось вывеска еще советского союза министерство здравоохранения прикольно были хоть музей забирали тяжелая нет легкая такой вывески мечи нет заберу в музей но здесь у нас просторное помещение правда крыша уже все обвалилась печка разобрана в общем ничего напоминает о минпункте хотя дом еще очень крепкие стены прочные не трещат пошла над крышу морской сделать и все можно жить на квартирный домик но я не буду здесь жить древняя избушка нас тут стоит на пути здесь уже копатели накопали большие кучи все перерыли 98 году здесь жили еще 22 года назад жизнь кипела жили раньше люди в голливуде по дороге еще один домик заброшенный красивом месте находится в принципе тут везде красивые места у нас среди холмов и гор древний пылесос кажется уралец ухты печерка интересная ни разу не и что так делали подвольчик огромный можно сказать газ уже был веселее жилось ухты воробейчик залетел шестой год 14 лет назад решили так нам надо воробья спасти как птичка интересно это не воробей птичка друзья скажите что за птица воробей не похожи педалага что все хорошие сегодня дело сделал спас птичку тоже все грустно и печально здесь я давно заметил что подвальки строили напротив от горой ни разу в них не заглядывал сейчас посмотрим не всегда было интересно как не выглядит похоже на домики хоббитов ухты здесь уже обвал да все бревна дорога упала тот случай друзья когда я не увижу что вы увидите камер только может пролезть потом расскажете ладно напишите пожалуйста там было друзья я ничего не вижу мне даже голова не пролезет сюда ну что друзья скажите что там было мне очень интересно поедем пока дальше что приехали мы гости где диване сейчас зайдем спросим как тут поживают странно дома никого нету к сожалению ладно потом зайдем красиво на 100 домик белые ставни белый заборчик и кажется здесь даже детский смех слышал зайдем сейчас гости узнаем как и дела тут ох прости здрасте я вас видела у дочери поэтому она у меня 2 ой от вас просто без ума показывала меня с вашим участием это и сейчас смотрю беру щипнуть себя не может да ладно а когда показывала расти о да вот на прошлой неделе я у нее была нога я тебе сейчас покажу алексея горит и ушаков да да она говорит это просто говорит чудо не человек ты посмотри как он помогает вот этому мальчику потом там какого-то цыгана он а он видишь его говорит обманул там в квартиру это вот это вот все она меня показывала я груда действительно говорю дивный говорю прямо просто человек давно давно я хотел к вам алпаева приехать был здесь не раз вообще где диване заехал и очень говорить дом не туда никто его щенит они уже к этому да ой я не помню не знаю вот точно какого числа на операцию на глаза вроде бы его в этот самару должен уехать они давно видели вообще его сегодня его работе окучивала картошку он по огороду мы с моим замок висит может быть там у дочери а там дальше дочь живет надо да так вот на въезде а вот даже так надо будет давно живете вот мы как приехали с киргизии в девяносто третьем году сначала на квартире а потом уже вы купили этот дом и вот родители умерли я сейчас вот одна а дочь там замужем предпоследним доме вот я тут совершенно мне кажется детишки игрались у меня я слышала мне показалось вот это наверное самый вот у этого у его на это как его правнуки уже ему доводится а вы здесь одна живете да одна одна не скучно это мне некогда скучать вот с приюта взяла щенка трое кошек у меня а где приют дочь откуда-то кинальчеркасского что ли все этот вот она меня уже второго одного отравили уже большой он пёс был а теперь вот я уже плакала плакала какую-то тут у там учился не плачь я тебе говорит еще закажу и вот этого уже месяц второй пошел как привезли его вот так и живем ясно на 8 700 я так и думаю ну может быть хотя бы в этом году прибавят нет ни рубля ни копейки пенсия 8 7 8 7 ауди работали я работала здесь то я только с родителями проживала а в киргизии город аж там я родилась от 30 лет прожили там и вот потом вот эти вот события начались родители родом откуда были мама была вот родом отсюда а отец у меня с ижевская и вот мы приехали сюда к маме на родину вот так и так и думала я груну хотя бы ну сколько то должны вот и по телевизору все передают что поправки в конституцию что обязательно должна это как гарантированно это нет ничего потока слова ясно и хватает очень тянусь конечно воду что на похороны давай тебе начнем откладывать но отложим 5-6 тысяч ночью то за газ ну и на сладости ночью и все а сколько вам лет а я 63 года 57 вот не исполнилось 23 мая 100 . не живет у вас а даже сказали последний дом у нее по этой стороне предпоследний она где работает вас она тоже не работает она ухаживала за свекровью вот вы похоронили ее 17 июля ой 17 января он она умирала семнадцатого или полгода будет все-таки пенсию то старушка получала лежачая была уже восемь лет она за не ухаживала и вот сейчас насчет работы никуда не этот никуда не может ну можешь говорит ладно пока сиди там видно будет вот этим коронавирусом куда-нибудь мы выехать чудеса а вас получает дом крайне здесь до крайне вот этот вот в прошлом году сгорел там кто-то жил да нет он опустовал а как горел почему все эти разъехались и вот тут у меня горел фонарь этот потом вот зимой он отключил за время где-то в начале первого вот здесь вот а фонариками вот это окно потом то окно у меня кровать там я соскочила господи двое вот таких вот а высоких ходят здесь этот фонарь там все освещает один маленький вон там тот пес у меня еще был на цепи и когда они уже стали этот со или душить или чего вот я тогда уже только а я сразу поставила кипяток они не уходят не уходят а как раз в этот момент у нас связи не было дома нету связи вообще не дома вообще вот здесь поэтому месяца три наверно потом 112 звонить тоже никак не могу потом как-то она появилась а внучка у меня в городе беру так и так она говорит звони 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 это даже без связи 112 можно это и вот они часов наверно до четырех шарились а и там я слышу собака туда и лает и лает и лает потом на следующий день 22 августа у нучки день рождения ну вот она приехала позвонили давай мол приходи и позвонили она на велосипеде приехала давай приходи к нам посиди мол то все ну оттуда уже в шестом часу еду вот это с этим иваном ай да сядем перекурим усели я бы слушая глюта у них крыши не было и руда там я грудь что-то горит у меня сердце в пятки я думала что я мы сюда бегом а тут уже вовсю но этот полыхает они видимо там или брось ну уж пьяные были уж естественно хорошие люди не будут это трусах двое были в трусах третий в таких штанишках а четвертый вообще какой-то балахон на нем ну кто такие чё такие вот и все и пожалуйста тут и ветер и пока дозвонились он уже вовсю полыхает и вот я последнее здоровье себя подорвало я грущаться сам я сгорю тут вот такие дела но не нашли кто это был да нет конечно ночь глухая ночь кто и вот теперь 2 марта как начался великий пост поехала к приседателю вы пожалуйста у меня перегорела лампочка вы сами говорю были вот на этом месте боюсь боюсь крайний дом всякие это сейчас игру весна уже наступает сделаем 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 и все и таких вас и ныне так вот так вас не кусают нет почему-то не знаю я может не местный из-за этого меня прямо загрызли на той стране кто-нибудь живет на той стороне в кирпичном доме только они на лето приезжают с детьми как в отпуск а больше не откуда никого откуда не приезжают поесть ноябрьск что ли тоже родом отсюда нет они сказали тоже я сша а это 60 километров что ли это козылки от нас вот они тоже как вынуждены переселиться мы жили здесь потом дочь замуж вышла у нее муж умер и вот они забирают ее туда а летом приезжаю на лето а та сторона полностью пустая даже там дачников нет никто не видела родственники не того нет 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 все вот все дома пустые все пустые дома так мне кажется я был здесь лет десять назад там побольше жил домов было ну да там в то время это еще до куда умерли сюда умерли вот там один старик переехал к дочери ваксакова потом там он и умер тут те тоже получили этот квартиру ли дома не купили тоже потом уже и дом разобрали и вот так это все а магазин здесь есть нет ни магазина не аптеки ничего вот взять когда приезжают сейчас по месяцам он работает месяц работает месяц отдыхает и вот едем этом закупаемся и все и опять месяц сидит зимой зимой ту дорогу не заметает зимой заметает ну слава богу зимой вот так после каждого этого проезжает трактор трактор пускают трактор этот а вот в этом году не знаю почему все заросло обычно тоже трактор проезжал скашивал вот эту траву а сейчас что-то нету особо жителей здесь вообще живет количество человек 17 наверно до человек 17 а дети вообще есть школу приметесь нет 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 17 человек всего раньше только жил советское время ой ну вот мы приехали почти что все дома были уж точно не помню сколько жителей ну все вот начиная оттуда и здесь там он последний дом тут еще два дома было вот тут вот а дом все 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 были по два по три человека жили аку когда закрылся ой клуб ну наверное лет 6 7 может восемь тому назад точно уже не скажу я вам примерно где-то а школ здесь не было школа была вот у меня еще внучка где находилась первый класс и и школ находилась она девяносто восьмого года в 2007 это еще не школ где находил в каком месте а школа вот где старый магазин она вот так вот она и там на при горько как бы сейчас нет видов нет и этом уже разобрали все развезли все разобрали вот так а ферму когда закрыли ферму закрыли у меня отец 2006 умер ну вот где-то надо года через два через три где-то девятом десятом году все ясно вот так вот не автобусов ничего я вот говорю хорошо вот еще меня повезло у этот дочка очень хорошая слава богу каждому дай бог такой взять молодец и вот так вот поедем купим что необходимое иногда и просто скажу и что там взять а так ну хоть что делай где она такси не наездишься на мою крошечную пенсию откуда вот такие дела веселенький песик чрезвычайно чрезвычайно новые до конца жизни будете жить ну а куда меня деваться тянет очень тянет куда-нибудь ну или все уже здесь осели ну кто меня где ждет у меня нету никого вот игру только кроме дочери сестра у меня в омской области живет младше с мужем туда уж естественно нету ладно чушь тут и родители похоронены сама представлюсь тут хочу сделать вот я говорю если бы хоть немножечко побольше бы хоть немножечко побольше бы это это уж чересчур мало конечно очень тяжело очень а фермер здесь есть ос нету нет 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 никого ничего держите вам чай к чаю и подай бог вам здоровья спасибо не за что спасибо за рассказ какой уж там рассказ бормотание но я просто интересно говорю глазам не поверила своим грубой живу да не может этого быть как это так еще он звучит я не знаю мам это такой человек это такой человек вот как приду она начинает включать вот смотри мальчику как он помог а вот этот вот это посмотри какой неблагодарный человек как он его это я груда действительно это просто говорю наше время это редкость домик у вас красивый хорошо покрасим красиво покрашен это еще вот я прямами красила сейчас он уже все выгорел сейчас уж не возьмешь ли на что я груда что уж это вот а это вот это все лопатой у меня пилы нет ой этой косы лопатой стараюсь и чтобы не зарастала так уж все вот всю траву убираю лопатой а здесь кто жил здесь старик один жил дядь павел у меня потом он заболел туберкулезов у него обнаружили туберкулез и его забрали в дом престарелых вот потом вы слышали что там скончался где-то в 2008 девятом году там уже давно а дом открытых дом открытая зайду поснимающих зайдете тут снимаю открытый а тут они почему то только закрытым у них дети городе остальные вот эти вот все все они открытые приезжают монеты вот ищут саксакова на иван да 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 такой высокий да а так это по той стороне кладбище как-то пошла евро пойдут цветочки полью и это у этого открыта дверь у этого у тех вообще он выбитая он красный крыши так что тут все разбит и все разбито все перенадись кто жил здесь чувашин а куда он делся убирали а этого открыта открыта открытая же говорю вот этот вот только этот иван там за ним приглядом а остальные все замки перри этот ой да это что за рой туча прямо туча такая и как это не грызут потом какого года вас дом какого года у вас а я не знаю врать не буду не знаем и вот его купили это дать и дай бог царствие небесное а то на квартире на квартире потом пошел он выкупил давай говорит окончательную цену ну давай 20 тысяч это еще 2003 году 2002 году и вот там баня сарайчик развалился а вот какого года я даже не могу вам сказать просто потому что не знаю он все хорошего и вам всего хорошего и вам всего дочки привет передавайте обязательно обязательно в это будете показывать конечно да но я и скажу тогда в субботу наверно выйдет в интернет есть ну вот у нее приходите к ней смотрите вместе но всем хорошего я похожу еще здесь поснимаю до свидания спасибо в общем друзья очень удивился что меня женщина узнала в общем всегда приятно что меня смотрят по крайней мере земляке узнают это всегда в эти моменты понимают что делаешь сам свою работу не зря как бы все ради стоя людей и люди это оценивают спасибо вам дорогие мои за то что меня смотрите и так хорошо отзывается во мне я и впредь буду стараться работать не покладая рук снимать для вас новые истории фильмы наших деревнях нашей истории о нашей россии очень смотрите пока мне ноги ходят руки двигаются глава варит я буду работать пробираемся к очередному домику зайдем гости давайте сюда как-то бардачок небольшой такое ощущение что жизнь еще кипел тут недавно вот дети как-то все прямо как будто взрыв какой-то бог тут и пожар был молодец интересно находиться как то есть неприятно совсем как тут же лишь непонятно как фильме ужасов часики часики четвертый год 6 лет назад получается и жили здесь что у нас 7 год получается 13 лет назад до жутковато что друзья зайдем последний домик который находится на пригорке и потом поедем домой уже стемнело я представляю какой был раньше вид здесь из окошек смотрите вся деревня была на ладони гора природа ферма где коровки мы чали такая красотища раньше была сейчас здесь люди жили если домик не закрыт но здесь уже тоже покопались забаррикадировались на все полы вскрыто малюхенькая хатка была накопанные все сокровища замочек малюсенький гнилой тройной деколом а вот кстати у нас тут такое яйцо висит это руй ос здесь жил прошлом году да но они всегда новый строит поэтому поэтому домик они не скучают все топаем в сторону дома ух ты что я там увидел там кто-то был испугались лягушоночка маленького лягушечка к окошечке ну что друзья на этом закончим сюда я приеду еще раз здесь можно снять еще думаю вторую и третью серию как всегда делить своими эмоциями и ощущениями если возникли вопросы обязательно пишите мне вконтакте в одноклассниках или инстаграме ссылки и найти в соцсети в описании под роликом до новых встреч пока субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон» это субтитры подогнал «Симон» это Продолжение следует...